Здравствуйте, я арт-терапевт в центре Биар-Давит. На своих занятиях я обучаю детей и их родителей разным развивающим техникам. Одно из направлений для коррекционной работы – развитие навыков самообслуживания и забота о ближних. Многие знают о нейроупражнениях. Они действительно могут быть очень эффективными. Это увлекательный игровой комплекс, который помогает синхронизации полушарий и развитие нейропластичности мозга. У детей, регулярно выполняющих эти упражнения, улучшается память, интеллектуальные способности, развиваются внимание, речь и воображение. Но немногие знают, что обучение навыкам повседневной жизни может помогать этому процессу также, а в некоторых случаях и эффективнее. Я ни в коем случае не пытаюсь умолить значение нейроупражнений. Просто хочу сказать, что эта деятельность может быть эффективно подкреплена развитием обычных бытовых навыков. Во время того, как ребенок заправляет постель, моет пол, посуду, выдавливает пасту на зубную щетку и многое другое, он выполняет непростые задачи с использованием двух рук, чередуя синхронные и несинхронные движения. А также он взаимодействует с разными материалами и их фактурами, что восполняет его дефицит в сенсорных ощущениях. Однажды Давид сказал мне одну волшебную фразу «Аутизм заканчивается там, где начинается забота о ближних». С тех пор я стараюсь поделиться ею со всеми родителями. И действительно, очень часто мы можем наблюдать такую картину. Родители изо всех сил заботятся о ребенке, обеспечивая ему комфорт и уют всеми возможными способами. А с ребенком ничего не происходит. Он по-прежнему погружен в себя. А в некоторых случаях даже проявляет агрессию к своим близким. Конечно, существуют физиологические причины аутических состояний детей. Таких как нарушение обмена веществ, проблемы с ЖКТ, воспалительные процессы в мозге. Однако, также препятствием к выправлению состояния может быть взаимоотношение родителей и ребенка. Родители, особенно у детей, во многих случаях находятся в стрессовом, нересурсном состоянии и нуждаются в консультации специалиста-психолога, поскольку сами не могут понять свои чувства. Очень часто родители не рассказывают ребенку о своих чувствах, просто обслуживают его желания. У детей в аутическом спектре нарушено восприятие эмоций других людей, и они особенно нуждаются в яркой реакции родителей на разные события. Это помогает развитию эмоционального интеллекта и взаимопониманию в семье. Обучение детей простым бытовым навыкам помогает развитию эмпатии. Очень часто дети, не занятые в домашней деятельности, воспринимают родительскую заботу как должное и не видят никакого смысла для изменений. Даже в случаях жизненасыщенной занятиями со специалистами, успех таких детей часто остается в кабинетах специалистов. Дети ходят на занятия, как мы с вами на работу, отрабатывают часы, а дома все происходит в соответствии со старыми порядками, установленными нами. На своих занятиях я передаю родителям опыт, что самые главные учителя их детей – это они сами. Через своих родителей и взаимоотношения с ними дети воспринимают мир. Конечно, обучать ребенка – более трудный стиль существования, особенно в начале пути. Но при грамотном подходе скоро вы сможете увидеть и порадоваться результатом. Обычно дети, окруженные гиперзаботой, не рады изменениям правил в семье, но когда у них что-то начинает получаться, и вы поддерживаете успехи детей радостной реакцией, у них появляется стимул обучаться дальше. Хочется особенно подчеркнуть важность эмоционального ответа родителей для развития эмпатии у ребенка. В случае, когда этого нет и поощрение исключительно материально, обучение превращается в банальную дрессировку. Очень важно, чтобы любовь была центральной линией во всех процессах воспитания. То, о чем хочется всех предупредить – никогда не используйте деятельность на благо семьи в качестве наказания. Иначе этот процесс будет вызывать реакцию стойкого неприятия. И о каком-либо развитии через это можно будет забыть. Это также касается и норматипичных детей. Если же вы сможете преподнести домашние заботы как увлекательную деятельность и вариант вашего совместного досуга, для ребенка это также будет частью процесса формирования его личности. Глядя на видео с моим сыном, возможно, у некоторых возникнет мысль, что здесь и так все хорошо. На самом деле, за этими почти сформированными навыками стоят годы обучения и труд сотрудников центра Бердавит. В завершении хотелось бы сказать, дорогие родители, любая реабилитационная деятельность становится гораздо эффективнее после прохождения курса терапии в нашем центре. Давайте вместе сделаем наших детей здоровыми. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова